Пока тверские летчики следят за порядком в небе, волонтеры Верхневолжья добывают тайны из-под земли. Древний Тверской некрополь продолжает открывать свои секреты. В наших выпусках новостей мы неоднократно рассказывали о Волынском захоронении на севере Твери, восстановлением которого занимается энтузиаст Владимир Пимонов и целая команда его соратников, неравнодушных людей. И вот во время очередной расчистки территории старинного кладбища волонтеры сделали новое открытие. Нашли могилу Ивана Александровича Арефьева, который был главой нашего города два столетия назад. На месте побывала Наталья Чекет. Иван Арефьев родился в старинной Тверской купеческой семье. Имел лавку в гостиных рядах «Каменный дом в Заволжье». С 1811 по 1812 годы он был главой городского самоуправления. Во времена Российской империи был доверенным лицом горожан и представлял их интересы перед государственными учреждениями. Чтобы найти место его захоронения, волонтеры обратились в архивы. А также руководствовались книгой «Русский провинциальный некрополь». В те годы, учитывая то, что все-таки он знатного, именитого происхождения, а вот здесь вот дальше туда проходила у нас Арефьевская слобода, его и похоронили практически у входа. Здесь был вход в храм, а вот здесь вот мы предполагаем была такая небольшая часовня. В те годы знаменитых, кстати, людей укладывали, ставились голландские рельсы. Памятник стоял на этой рельсе. Захоронение в те времена обычно закрывали плитой из мрамора или известняка. На этом захоронении уложена известняковая плита. Когда он умер, такой камень стоил приблизительно 2 рубля 50 копеек. Вот для сравнения, пуд пшеницы обходился 2 копейки. Как рассказал Владимир Пимонов, могила была осквернена, однако теперь точно известно место захоронения Ивана Александровича Арефьева. Могилу еще одного главы Тверей волонтеры обнаружили неподалеку. Она принадлежит Николаю Матвеевичу Арефьеву. Это был купец второй гильдии. Он был избран Тверским головой на три года и правил в Твере с 1836 по 1839 год. Да вот, собственно, вот эта территория кладбища, это и есть захоронение Арефьев. Здесь купцы первой и второй гильдии. Кроме почетных горожан, на Волынском кладбище хоронили крестьян, посадских людей, представителей мещанского сословия. Поэтому восстановление погоста, которым занимается Владимир Пимонов, энтузиасты и волонтеры важно в первую очередь с исторической точки зрения. Волынский мемориал, я его так назову, это уже не столько кладбище, сколько мемориал под открытым небом. Мы, конечно, должны придать ему достойный вид, так, чтобы он имел и туристическую привлекательность. Но самое главное, конечно, отдать дань памяти тем людям, знаменитым, великим людям, которые много сделали для нашего города, привести его в надлежащее состояние. И вот мы ежегодно здесь проводим работы, высадили деревья, занимаемся уборкой. Ну и, конечно, большое спасибо тем, кто занимается восстановлением тех надгробий, этих памятников. К слову, рядом с Волынским кладбищем находится мемориальное воинское захоронение. Тут покоится около полутора тысяч бойцов Красной Армии, павших в боях или скончавшихся от ран. Вы знаете, что вот эта часть города Твери, Заволжского района, осталась непокоренной. Немцы, они не смогли, здесь был рубеж, пройти за реку Соменко. И здесь не только старое кладбище, где 11 глав городов похоронено. Каждый неравнодушный тверичанин может присоединиться и внести свою посильную помощь в восстановлении старинного некрополя. А мы продолжим знакомить вас с новыми страницами нашей истории.